Обратите внимание, мы находимся в теплице непроизводства уральской усадьбы, но многие просят, видите форточек как мало, раз, два и дверь, а фрамуги большинство производителей не делает, поэтому мы делаем под заказ, но нужно знать, чтобы изготовить вот такую фрамугу под заказ, нужно знать размер от одной арки до другой и длину дуги, также самый простой вариант, чтобы загиб, потому что загибы у производителя теплицы разные, приложить, есть палочка, вот так вот, смотрите, просто приложить вот так вот палочку от начала, вот так вот, да, вот смотрите, Олег, подержи чуть-чуть рукой, вот так прикладываете и вот это место центрально разделаете пополам, находите центр и радиус, все, то есть мне нужно, чтобы изготовить такую фрамугу, три цифры, ширину, длину дуги и радиус, вот такую палочку просто приложили, видите, от начала до конца и по центру, чтобы мы загнули и получили вот такую фрамугу, тоже контрольная длина хорды, да и длина хорды, все правильно, да, 4 размера, все правильно, то есть от начала до конца, мы потом ее уменьшаем на сантиметр-два, чтобы получились зазоры, сейчас мы вам дальше покажем, как мы будем ее монтировать, еще один нюанс, чтобы сделать качественно, как в уральской усадьбе, вам нужно будет на теплицу, которая уже у вас смонтирована, купить лист поликарбоната, почему, потому что если мы сейчас ее установим фрамугу в эту теплицу, нам придется вырезать по кругу везде отверстия и будет щель по периметру фрамуги, для того, чтобы этого не было, надо лист вырезать и накинуть новый лист и получится у нас все герметично, сейчас дальше покажемся, теперь значит, что нам понадобится, кроме фрамуг нужна фурнитура, фрамугу мы будем устанавливать с термоприводом, чтобы мы автоматически открывали и закрывались, то есть нужны такие маленькие уголки облокачивающиеся, потом шпингалеты, ручки, самое главное петли, также вот такие цепочки, для того, чтобы от опрокидывания ветром, ну и крепления для поликарбоната, также нам нужен будет лист поликарбоната, который мы сейчас разрежем пополам и инструмент, ножик канцелярский, шуруповерс, битый крестообразный и битый на 8, ими, ну вроде бы все, и рулетка, идем дальше. Привет, ребят, сегодня уральская садьба в гостях у меня на участке, сейчас будут монтировать форточки, надеюсь, осталось с урожаем в этом году. Этап, мы все рассказали про комплектацию, про фурнитуру, про фрамугу, нам нужно сейчас вот этот участок вырезать, то есть вот этот кусок вырезаем сейчас поликарбонат, как вырезаем, дальше покажем. Подготовка идет такая, надо вот по прогону, где будет низ, надо прикрутить сразу же клопы, обкрутить, так сказать, и потом пройтись вот здесь еще клопами, то есть вокруг проема, сейчас мы это делаем, потом ровненько вот это все надо прорезать и вырезать, дальше покажем. Мы вырезали проем, оставили старый поликарбонат внизу и вот вырезали полностью проем, прикрутили петли сверху, сейчас мы к ним прикрутим фрамугу, потом следующий этап будет, будем накидывать лист, но можно было вырезать, но мы пошли по простому варианту и накинем лист всего лишь вот отсюда, потому что вот эта часть она будет цельного листа, потом дальше мы покажем, вот все по этапу, все подготовили, вырезали полностью проем вырезали, обрезали поликарбонат, прикрутили две петли, идем дальше, немножко перерывчик между монтажом фрамуги, жарим вот такое вкусное ароматное мясо, обалдеть, и сейчас скоро начнем обратно вернемся делать фрамугу и вам все рассказывать про фрамугу, а пока мясо вкусное, этого производителя не знаю и не видел, плотность у него вообще нулевая, но на фрамугу пойдет, поэтому мы не стали снимать полностью лист, чтобы он покрывал сверху, то есть вторым слоем, по-другому, потому что никак, иначе плотность где-то 0,4-0,45, все слабенько, поэтому будем надеяться, что будет все хорошо, накинули лист, видите, с той стороны моного там закрепили, сейчас осталось вот здесь, получается, везде нахлёст, здесь нахлёст, и везде нахлёст, сейчас мы его раскрепим, везде раскрепим, и получается у нас будет вот такая фрамуга, раз открываться, видите, закрываться, и с термоприводами, сейчас все рашкажем, па-пам, практически фрамуга готова, сейчас ее проверили, палили термоприводы кипяточком с тряпочкой, там ведерочка, она уже начала закрываться, на улице прохладненько, но в теплице тепло, вот если вы увидите, обратите внимание на легенде, на ней уже они прикрываются, термоприводы, здесь еще тепло, то есть мы кипятком подлили, вот она фрамуга открывается, полностью, если обратите внимание, обратите внимание, сделали из стороны нашей теплицы, видите, тут нахлёст, здесь, здесь, ну это так, можно сказать по небольшому, колхозный метод, но главное, чтобы проветривалось, потому что теплица старая-старая, изготовили фрамугу под заказ, крепится на петлях, и сверху поликарбонат целый лист, все отлично, вот это надо шпингалет на лето, открутить один саморез, повернуть ее на ребро, чтобы она сама автоматически, когда закроется, не закрылась, и потом, чтобы не погнула шток на термоприводе, ничего сложного, а на зиму обратно, термоприводы отключаете, и наш пингалет закрываете, готова одна фрамуга, сейчас будем делать вторую, завершающий аккорд, не прошло и получаса, как мы с помощью вот такого предмета обихода проверяем рабочее состояние фрамугу, полили их кипятком, вот она открылась, а вторая, если вы видите, она закрыта, потому что уже в теплице прохладно, работа сделана, все отлично, все работает, сейчас осталось еще закрепить цепочку отопрокидывания, все отлично, для этого нам понадобился всего лишь кусок поликарбоната 3 метра и 4 таких вот термопривода, 4 термопривода, которые автоматически закрывают и открывают форточки, вот собранная заказная, сразу вам скажу, эта теплица не нашего производства, в нее мы изготовили по заказу хорошим людям фрамугу, нашим друзьям, так как у них стоит, на их участке стоит супер теплица, смотрите какая красота, да, легенда, полностью упакованная, со всеми автоматикой, самым лучшим поликарбонатом, защитой и так далее, легендарная теплица, легенда, но так как есть еще теплица, которую поставили давным-давно, здесь понадобилось автоматическое проветривание в виде фрамуг с термоприводами, про которые мы вам сегодня рассказали, не спеша между шашлыками и чаем и кофе мы установили, конечно мы, что для этого нужно, нужно в начале фильма посмотреть, нужно снять все размеры, купить поликарбонат и сделать все очень и очень красиво, смотрите как плотно закрыто, цепочки против опрокидывания от ветра и термоприводами, видите сейчас прохладно, они все втянулись, там в виде какая большая, сейчас в отверстие, вот как она открываться будет, взяли специальные тряпочки, полили их кипятком, чтобы не нагрелись термоприводами, но они еще, Олег, еще наверное сантиметра на 3, да, еще открываться, да, сейчас вот где-то вот так больше еще откроется, до 45 сантиметров расширения, то есть вполне достаточно, чтобы автоматически открывались и закрывались, всем огромное спасибо, пишите комментарии, ставьте лайки, палец кверху, подписывайтесь на нас, мы вас любим и ценим, что еще говорят, будьте здоровы, будьте здоровы и счастливы, в наше непростое время, всем пока-пока, вот видали, да, директор уральской усадьбы сидит на теплице, еще машет даже, неужели?